Поздравляю вас, друзья, с днём весны и труда! Ну а поскольку весна, вот она уже за окном, потрудиться я люблю, в особенности на даче, вот туда-то я сейчас и еду. Этот самый день весны и труда праздновать или самоизолироваться, кому как больше нравится. Ну вот, друзья, и началась моя деревенская самоизоляция. Пойду посмотрю, куда приложить свои силы в этот раз. Сейчас сегодняшнюю ночь пролил хороший дождик, поэтому земля, конечно, полностью промокла. В ближайший день это точно сюда-сюда не влезешь. Лучше землёй даже и не заниматься. Задача, которая мне предстоит, это реанимация моей бочки. Примерно 25 лет назад она встала вот на это место и так бессменно здесь и простояла. На старых колёсах одно колесо уже вросло в землю и, к сожалению, вместе с ним и бочка вросла в землю. И где-то она прогнела, стала подтекать. Поэтому мне сейчас надо будет её каким-то образом сдвинуть с этого места, найти эту дырку, заварить, сварить к ней металлический постамент и переместить её в Олован туда, между теплиц. Теперь её место будет там. Я буду из неё делать капельный полив. Первый раз больше, чем за 20 лет, эта бочка съехала с этого места, друзья. Хотите посмотреть, что внизу? Сейчас покажу. Кошмар. А вот она, дырка. Ржав, что-то тут изрядно накопилось. Колёса прям вросли. Так, ну что, покатили на место постоянной дислокации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, вводим. Работаем. Эта бочка очень сильно пострадала. А я думаю, ещё кроме 25 лет, которые она лежала на земле у меня на участке, так она ещё столько же, наверное, и служила в колхозе в каком-нибудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, как кому, а по мне, получилось очень даже неплохо. Главное, что дырок нет. Сейчас я чуть попозже всё это закрашу, и ещё сто лет простоит. Поскольку эта бочка будет частью капельного полива, она мне нужна на ножках. Была выше от уровня земли. Я вот сварил вот такую конструкцию. Не знаю, будет держаться, не будет. Минус работы в одиночку в том, что некому даже придержать. Это, конечно, не очень удобно. Но зато есть и плюсы. Не с кем спорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу, не кончилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если моя теория верна, то сейчас эта моя штука очень легко встанет на... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вот так вот у меня получается моя конструкция, которая вот обрела свои ноги. Осталось буквально пару швов мне даже уже здесь делано. Да, вот эту вот штучку приварить. Ну и все, завтра я ее покрашу и буду переворачивать. А вам покажу результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для бочки опору сварил, дырку заделал. Теперь осталось убрать инструмент. И можно со спокойной совестью идти праздновать День труда и весны. Сегодня был хороший денек. Я очень рад, наконец-то, что я сделал эту бочку. Завтра у меня будет день бочки. Буду ее красить. День винограда. Буду приводить в порядок свой виноградник, который в ужасном состоянии. Мне даже стыдно за него. Я вам покажу, что было и что будет. Добавим аромат одну алычевую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скоро вот это прекрасное мясо превратится во вкусный шашлычок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя сегодняшняя задача от этого непонятно чего избавиться. Для того, чтобы покрасить красочку, я уже подобрал у себя в гараже из остатков какой-то старой. Краски одного цвета не хватит. Это уже сейчас мне понятно. Поэтому будем делать бочку разноцветным. Самоизоляция. Краску фиг купишь. Поэтому, друзья, будем импровизировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сила, помноженная на инженерную мысль, по-любому даст результат. Самую интересную часть работы я для вас не снял, как я ее ставил. Но открою вам секрет. Обратился за помощью к соседям. И троем мы ее достаточно легко поставили. Мой расчет о покраске до половины оказался неверным. Все-таки, видите, краска пострадала. Поэтому и здесь буду переделывать. Эстеты и перфекционисты могут сразу делать свои комментарии по поводу сочетаемости двух этих цветов. Но для остальных скажу, какую краску нашел, такой я крашу. Увы, у меня даже нет ни скипидара, ни вайдспирит, для того, чтобы вот эту пластилиноподобную краску немножечко разжижить. Вот так и приходится мазать ее, как мастику. Как с дабы у меня еще руки дошли до этой краски, если бы не карантин, так и погибло бы у меня в недрах гаража. Вот что-то вот такое у меня получилось. Я считаю, что это гораздо лучше, чем было. И самое важное, друзья, то, что эта бочка ляжет в основу капельного полива вот этих двух теплиц, которые находятся по одной и другую сторону от этой бочки. Но об этом вы узнаете в продолжении этого фильма, когда придут заказанные мною на Алиэкспрессе таймер для капельного полива. Так что, ребята, продолжение следует. А те, кто досмотрел это видео до конца, спасибо. Оставайтесь со мной. С вами был Сергей и канал Мои Увлечения. Пока, друзья. До встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok